Привет, ребята! С вами Роберт Винокуров, тот самый человек, который помогает вам спасти свои кухни от захламления. Я черный плащ, я лучик света, я тот, кто будет вам показывать кухонные гаджеты. Вот, посмотрим, что подъехало в этот раз. Надеюсь, будет интересно, надеюсь, будет полезно. Друзья, неожиданный предмет появляется вот у меня здесь. Скорее всего, редкость. Вот, это рукав для запекания картофеля в микроволновой печи. Ну, как мы себе обычно представим рукав для запекания? Какой-то полиэтиленовый мешочек, а здесь нет. Здесь кое-что поинтересней. Так, значит, у нас есть коробочка, а в ней вот такой вот пакет тканевый, который больше всего похож на какое-то противопожарное одеяло. Обычно так их упаковывают. И написано здесь «Потатоэкспресс». Сразу прочитаю вам, что с этим делать нельзя, а что можно. Можно здесь запекать в этой штуке картофель не более 4 минут. И предполагается, что за 4 минуты картофель в микроволновке приготовится полностью. Вот именно благодаря удивительным свойствам этого вот мешка. Надо пробовать, надо смотреть, но обязательно надо почитать, чего с ним делать нельзя. Здесь целый список. Не использовать в духовом шкафу, не разогревать больше 3 минут в микроволновой печи, не оставлять печь без присмотра, пока используется рукав. Вот это новости. Возможно, это прямо опасная штучка. Так, не готовить в рукаве масляную и жареную пищу. Не храните рукава вблизи горячих поверхностей. Уже пугает, уже пугает. Так что будем осторожны, не будем нарушать. Тут еще есть несколько пунктов. Не поджигать и не нагревать его без продуктов. И не нагревать на максимальном режиме. А я хотел, кстати. Так, все, понятно. Материал тут какой-то явно синтетический. Кстати, есть вот петеречка такая симпатичная. Можно будет подвесить его, чтобы он весело вам угрожал со стены. Кстати, не будем нарушать технику безопасности, если оставим этот пакетик, ну, например, для Санта-Клауса. К вам же приходит Санта-Клаус? Нет, Мороз, да? Вот Санта-Клаус. И вот он вам положит туда подарочек. Например, яблоко. Но мы сегодня говорим про картошку. Но прежде чем загружать в этот мешок картофель, давайте посмотрим, что у него внутри. Специально я его выверну. Тут какой-то уникальный состав. Ну, это я знаю по логике, а не по факту. Так, что здесь у нас есть? Ага, вот тут шов оверлочный торчит. Угу, понятно. Так, что это? Это сюрприз. Это чтобы картошка лучше запекалась. Так, ну-ка, ну-ка. Так, ну все остальное вроде нормально. Так, ну какой-то тут такой синтетический материал тоже явно не он, не хэбэ. Так, значит, картофель заранее был вымыт, обсушен. И теперь я его загружаю в этот лоток при помощи хитрых действий. Вот таких. Но прежде чем ставить, мы же все-таки экспериментаторы тут с вами, да? Вот, и я одну картофельну достану так, запеку одновременно с этим мешком. Ну, а остальные пускай внутри запекаются. Посмотрим, как это работает. Может быть, она и так запечется за 4 минуты в микроволновке. Так, запускаем, открываем. Значит, в этом мешке три картошки. В этой руке одна картошка, не перепутай. Так, значит, устанавливаем туда внутрь. Не видно в камеру, да? Ну и хорошо. Так, значит, загружаем. Ставим почти максимальный режим. 4 минуты. Да. Так, для начала я достану ту картофельну, которая готовилась без пакета. Она, на самом деле, похожа на готовую. Так, нож, картошка. Судя по звуку, с которым нож входит в картофельну, она еще готова не совсем. Но процентов на 70 она точно готова. Так, теперь, теперь я достаю пакет. Из пакета выходит пар. Чуть не обжегся. Там реально горячо, кстати, внутри пакета. Прямо на стол я ее сейчас вывалю. Пакет ощутимо влажный. Так, и в нем явно есть картошка. Так, ну и что? Пакет не пострадал. Вот на нем видно здесь выходил пар. Такое темное пятнышко. Так, определяем. То же самое. Степень готовности картофеля абсолютно идентична. Оба вида картофеля, которые только что запекались в микроволновой печи при помощи пакета и без него, находятся примерно в одной степени готовности. Прошло 4 минуты, но ни та, ни другая не готова. Процентов на 70-80 она примерно готова. Но о чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что без этого чудо-мешка картошка в микрухе готовится ровно столько же. Но давайте попробуем запечь в этом мешке яблоко. Хотя этого и не заявлено от производителя. Яблоко, по идее, мягче, чем картофелина, но оно крупнее. Попробую поставить на 4 минуты. Посмотрим, что будет происходить с яблоком. Трак-тык-тык-тык-тык. Загружаем, запускаем. Так, аккуратненько приоткрываем. А, нет, все нормально, слушайте. Вот она выглядывает. Так, ну, что могу сказать? А, могу точно сказать, с уверенностью могу заявить, что яблоко горячее. Мешок мокрый насквозь. Вот этот весь пар из яблока вышел прямо сюда. Но оно запеклось. Запеклось хорошо. Хорошо. Очень горячее. Ну, для чистоты эксперимента я проведу операцию по вскрытию. Так. Яблоко пропеклось. Тут прям хорошо видно. Вот оно. Симпатичная. Осталась хрустка, но внутри оно больше приготовилось. Все классно. Так, картофель. Ну, теперь это картошка, которая была в мешке. Ну, вот тут видно, что почти. Видите, она лопается еще немножко посередине, поэтому можно уверенно заявить, что чуть-чуть сыровато. Чуть-чуть не хватило. Может быть, не 4 минуты. Может быть, 5 с половиной минут, так ей бы хватило. Однако же, производитель вот этого чуда заявляет нам, что он больше 4 минут, готовить его нельзя. Подытожим. Картошку запекать в микроволновке можно как в мешке, так и без мешка. Результат примерно такой же. Вот. Яблоко запекать тоже можно, только из яблока много сока вытекает, который сквозь мешочек проходит. Ну, то есть, не очень подходит. Я не знаю, зачем он нужен. Мне кажется, это просто беспонтовая совершенно штука. Если вы хотите быстрее приготовить в микроволновке, заверните продукт в пищевую пленку, либо в пластиковый контейнер положите, будет готовиться реально быстрее, вот чем в этой штуке. То есть, сейчас эксперименты не буду проводить, но много раз проверял, поверьте. Вот. А этот красивый симпатичный мешочек с надписью «Потата Экспресс» можно сохранить для того, чтобы встречать Санта-Клауса, либо хранить в нем какие-то прикольные штуки. Ну, например, печенье положить, чтобы в машине возить с собой. Вот. Других функций для него я не вижу. Ну, такое случается иногда. Ребята, кое-что интересненькое подвезли. Вот. В этом стильном коробе из картона хранится кое-что очень любопытное. Если вам кажется, что это внук R2-D2, то вы близки к истине. Значит, вскрываем и обнаруживаем внутри стильную, элегантную, лаконично выполненную емкость. Как вы думаете, что это? А я вам скажу. Это соковыжималка. Коробка очень стильная. Хочу обратить ваше внимание, мне прям вот нравится, когда инфографика понятная и симпатичная. В данном случае понятно и симпатично. Раз, два, совпало оба пункта. Это прикольно, это хорошо. Так, что это такое? Это некая емкость. Имеет тут двойную крышечку. Пластик такой симпатичный. Не пахнет опять ничем. А, вот это пахнет все. Это все нормально. Это не пахнет. Я уже расстроился, думаю, почему-то соковыжималка не воняет. Воняет. Все хорошо. Вот. Но не сильно. Так, ну вот у нас есть, собственно, штука для выжимания цитрусовых. И вот эта вот интересная штучка, которую можно использовать для того, чтобы выдавливать сок из маленьких цитрусов. Видите, как ловко я выкрутился. Но вообще, конечно, похоже больше на соломку. Ну, для соли. Да, вот именно вот только соломка и естная ассоциация. Так, ну и здесь у нас что есть? Здесь есть емкость, в которую собирается сок. И у нее есть носик. Именно благодаря этому носику, заявляет нам производитель, мы не обольемся и не обляпаемся. Будем выжимать сок. Сложного здесь ничего нет. Лишь бы апельсин поместился сюда. Так. Медленно, медленно, плавно, плавно. Выдавливаем апельсиновый сок. Ничего не происходит. Хорошо. Попробую покрутить. Так, когда я кручу, все брызгается в стороны. Кручу, кручу, кручу педали, кручу. Так, что здесь с апельсином? Прям пюре осталось. Проверяем, что у нас тут получилось. А получился тут сок. Благодаря носику я не проливаю ни одной капли мимо. Даже мякоть не попала, не говоря уже о косточках. Тут прямо чистейший нектар. Так, ну и все косточки, вот если они и были, то они остались вот здесь. С апельсином работает прекрасно. Так, в общем-то, можно переходить к следующему испытуемому. Получается, что вот этот предмет находится внутри емкости. И давить его надо туда, прямо вот внутрь. Логично, что вот так не очень удобно. Поэтому обратимся к инструкции. А инструкция нам говорит следующее. Делай наоборот. Понятно, что вот это следует помыть для дальнейшего использования. Но в данном случае, я думаю, вот... Ого! Кайф! Вот это... Грибочек! Слушайте, ничего личного, но понимаете, мне почему-то эта штука напоминает чувака в каске. Это такой военный шампиньон... Опасный. Так, класс. Так, выдавливаем. Мне кажется, что вот, несмотря на вот это вот все, лайм не получает сейчас удовольствия. Очень хорошо. Ой, хорошо. Так, друзья. Я снимаю шапочку с соковыжималки и смотрю, что здесь получилось. В лайме, как мне кажется, осталось еще некоторое количество сока. Так, ладно. Здесь, конечно, сока чуть меньше лаймового, но ничего страшного. Кстати, на сайте производителя написан коктейль. Свежий утренний коктейль, который состоит из двух апельсинов, одного лимона, одного лайма. И вот в процессе меня поразила еще одна мысль. Возможно, эта крышка многофункциональная. Не только для того, чтобы толкать ей, но и апельсинчик выдавливать. Попробую вот так. Может быть, крышкой будет удобнее делать это. Так. Хрустит апельсин. И хрустит его мякоть. И выдавливается сок. Так. Ага. Кстати, при помощи крышки очень неплохо получается справляться. Так. Здорово. Ох. Друзья, за любовь. Ммм. Кислятина. Подытожим. Соковыжималка со своим функционалом справляется превосходно. Она выдавливает сок и из малых цитрусов, и из крупных цитрусов. При помощи крышки это делать удобно. Сложно технически она сделана, но это работает и дает хороший результат. Вот эта штука просто прикольная. Еще можно на нее посмотреть, так поугарать. Вот. Должна симпатично смотреться дома, на полочке. И пластик более-менее приличный. Такой не воняет, не ломается, не крошится. Все хорошо. И можно мыть в посудомоечной машине смело. Ничего плохого с ней не должно произойти. Поэтому говорю, этой соковыжималке да, она хорошая, она классная. Очередной гаджет в моих руках в этот раз называется лягушечка. Это прихватка. Термостойкая силиконовая прихватка. Скрываем элегантную упаковку. Элегантным движением. И достаем отсюда лягушечку. Рекомендовано вымыть. Держать температуру от минус 40 до 230. Избегать контакта с открытым огнем. Можно мыть, можно не мыть. Не использовать в микроволновой печи. Очень хорошо. Значит, что это такое? Это прихватка. Удобная? Вот, прикольная. Мне нравится. Смотрите, у меня как будто даже зубы здесь есть внутри. Класс. Вот так вот можно ей играться. Чем она хороша и чем она плоха, давайте разбираться. Бывают прихватки разных типов. Я подготовил еще одну. Значит, прихватка тканевая. Как она работает? Мы надеваем ее на руку и залезаем в духовку. И когда мы достаем противень из духовки, вот, значит, вы в духовке, противень где-то там у вас в глубине, я достаю противень, и когда его вытаскиваю, либо туда погружаю, есть шанс, что мы заденем рукой о край духовки и обожжемся. Вот эта штука защищает нас. Это удобно. Но есть минус в том, что она впитывает все запахи, которые у вас есть на кухне. Чаще всего такая прихватка висит на кухне годами, и ее редко кто стирает. Вот, чаще всего эта штука просто рассадник бактерий. Поэтому я такие дома не использую. Вот, при помощи этой рукавички, если ее регулярно мыть, можно еще делать кое-что необычное. Например, вы приготовили какое-то большое мясо, либо курочку целиком запекли, либо буженину, и если у вас вот эта штука чистая, вы можете прямо придерживать мясо вот этой рукавичкой, чего нельзя делать, например, при помощи тканевой, и аккуратненько ее надрезать. Неоднократно так делал, это реально работает, и это очень удобно. Но, опять же, повторю, надо ее мыть. Симпатичный дизайн, очень хорошо проработанная физиономия лягушки, зубки тут все это хорошо. В инструкции написано не поджигать, но, естественно, многие из вас частенько, когда снимают что-то с огня, соприкасают с огнем. Давайте ненадолго попробуем поджечь ее, для того, чтобы посмотреть, самим дома не повторять. У меня тут огнетушитель рядом стоит, все нормально, все под контролем. Так. Ну вот, небольшой контакт с огнем произошел, и в целом, ну, только что нагар какой-то. Попробуем сильнее. Ну, закоптил. Так, интересно. Так, ну вот она обгорела, но не пострадала. Классно. Так, ребята, это великолепная прихватка, и вот это точно надо иметь дома каждому. По-моему, уже давно пора переходить с тряпок на силикон. Это классная вещь. Прям вот очень нравится. Лягушка, тебе нравится? Мне очень нравится, возьми меня домой. И вот мы посмотрели еще три предмета. Лягушка прям классная. Лягушка это пушка. Прихватка. Ну, нужна она, вот, по-любому. Соковыжималка. Ну, если у вас дома еще нет соковыжималки, то вот это был очень неплохой вариант, такой эргономичный, симпатичный. Ну, а экспресс-потатопакет, то есть пакет для запекания картофеля в микроволновой печи, точно нафиг не нужен. Такое случается иногда, что не все предметы нам нужны, и это хорошо. Именно для этого я здесь нахожусь, чтобы показывать вам, что пригодится, а что не пригодится. Я отправляюсь на просторы интернета искать новые гаджеты для вас, а вы ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно комментируйте, какого цвета лягушку в следующий раз вам привезти. И я буду рад вас скоро увидеть, и надеюсь, что вы тоже будете рады меня скоро увидеть. Все, пока-пока.